Здравствуйте, друзья! Хочу сделать одно важное заявление с сегодняшнего дня на канале Юры Спаса-Куковского. Юра Спаса-Куковский больше не является ведущим. Юра Спаса-Куковский больше не является ведущим, потому что Юра Дрищ. И вместо него буду я, ваш любимый тренер, который, конечно, гораздо круче по фактуре. Вы можете в этом сейчас убедиться. Так, 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 Никит, что ты тут рассказываешь? Да? Я уже бегу, дорогая! Ой, это был Никита. Друзья, по многочисленным просьбам я расскажу вам сегодня, сколько раз в неделю нужно тренироваться и на какие результаты можно рассчитывать, тренируясь данное количество раз в неделю. Один раз в неделю. Это для слабочков. Это для тех, кто либо очень занят и отчаянно пытается поддержать форму, либо кто не может заставить себя тренироваться и нужно с чего-то начать. Поэтому я хитро говорю, давай начнем с одного раза в неделю. Но чего реально можно достичь, тренируясь всего лишь один раз в неделю? Если прорабатывать все основные мышечные группы, то можно поддерживать себя в определенном тонусе мышечном, в любом случае будет лучше 100%, чем не тренироваться вообще. Это 100%. Поэтому, когда вам говорят хотя бы раз в неделю, это правда. Это будет давать свой эффект. Но на эти рассложения Аполлона вы можете не рассчитывать. То есть суперрезультата никогда не будет. На соревнованиях по бодибилдингу вы выступать не будете. Но даже если заниматься раз в неделю, через год разница будет видна. Тело будет более привлекательным. Но еще раз говорю, идеала не будет. Два раза в неделю. Это уже кое-что. Реально есть ребята, у которых очень слабый иммунитет. Это выраженные хардгейнеры. Эктоморфы со сниженным иммунитетом. То есть при занятиях более двух раз в неделю даже возможны те или иные заболевания. Человек просто простудился, или там воспаление легких, или бронхит на ровном месте. Все потому, что больше двух раз в неделю ему нельзя. А тренер говорит, ты должен ходить в зал три-четыре раза в неделю как минимум. Ты должен заниматься по два часа. Ты должен чего-то достичь. Ты должен вкалывать. И что в результате? Человек перетренировывается, он пережигает свои мышцы. То есть действительно, это меньшинство таких людей. Но есть такие люди, которым надо заниматься именно два раза в неделю, чтобы обеспечить максимальный прирост силы и мышечной массы. И при этом, в общем-то, не перетренировываться и не болеть. Три раза в неделю это золотая середина. Это классика. Это сильный любитель. Три раза в неделю можно заниматься из самых первых посещений тренажерного зала. Просто будет другая программа для начинающих. И три раза в неделю можно заниматься уже на достаточно высоком уровне. То есть, если бы мне пришлось уйти из бодибилдинга, и целью было бы просто поддерживать свое здоровье, заниматься как можно меньше, при этом имея как можно лучший результат, я бы занимался три раза в неделю. Потому что я понимаю, что для эндоморфа или мезоморфа, и для всех типов телосложения, где есть приставка эндо, то есть эндомезоморф, эндоэктоморф, и для мезоморфов, и для чистого эндоморфа, для всех этих типов телосложения, нельзя заниматься менее трех раз в неделю. Потому что это просто неэффективно. Недостаточно будет сжигаться жир. Недостаточно будет развиваться каждая группа мышц. И в общем-то о трех раз в неделях можно говорить бесконечно, потому что очень много программ. Можно каждый день заниматься три раза в неделю. Можно чередовать тренировку верхней и нижней части тела. Для девушек программа на три раза в неделю. У меня нижняя часть тела преобладает понедельник и пятницу. В среду в основном нагрузка приходится на верхнюю часть тела. Что касается тренировки мужчин, наоборот, обычно для них в приоритете плечи, бицепсы, трицепсы, широчайшие. поэтому мы занимаемся ногами только один раз в неделю и два раза в неделю больше нагрузка идет на торс. Ну и наконец четыре раза в неделю. Четыре раза в неделю я считаю это первый шаг серьезный к профессиональным занятиям. Даже есть чемпионы по бодибилдингу, которые занимаются всего лишь четыре раза в неделю. Даже есть чемпионы по пауэрлифтингу. В любом виде спорта уже возможны тренировки четыре раза в неделю с перспективой чемпионства или хотя бы призовых мест на соревнованиях. Но это уже пошла рутина. Это уже человек принимает решение, что он занимается много спортом. Потому что я считаю, что четыре раза в неделю психологически для любителя это много. Четверочка уже отличает тюфечка ленивого, для которого спорт это что-то такое, знаете, ну ладно, я три раза в неделю по часику схожу в зал, а лучше два. Знаете, как понедельник в зале много людей, потому что они просто-напросто знают, что они будут заниматься спортом понедельник, среду, в пятницу. В среду людей уже меньше и в пятницу уже никого нет, потому что они говорят, а с понедельника начну ходить регулярно. То есть это все-таки тюфечки, которые никогда ничего не добьются. если я говорю три раза в неделю и обещаю какой-то результат вам, сейчас рассказываю вам, то это действительно три раза в неделю, а не типа три раза в неделю. То есть мы говорим про четкое посещение. Четыре раза в неделю, если человек четко ходит, это уже, мы подводим итог, это уже ребята, которые серьезно занимаются спортом. И, наконец, пять раз в неделю. Ну, пять раз в неделю и больше, ребята, это уже те, кто занимаются фитнесом, бодибилдингом, либо с целью выступать на соревнованиях, либо с целью, скажем так, иметь очень хороший результат. Для себя, но фактически, такое, чтобы на пляже многие подходили и спрашивали, а вы что, какой-то профессиональный спортсмен? Если это пять раз в неделю, это уже можно сделать сплит, например, спина, грудь, ноги, плечи и руки, и каждую часть тела, целую тренировку идеально прокачивать раз в неделю. Это самая эффективная система. Есть ли что-то еще более эффективное? Почему я занимаюсь семь раз в неделю? Объясню. Вы можете заниматься меньше. Это удобнее. На самом деле, вы больше восстанавливаетесь. Если вы тренируете семь раз в неделю по сорок минут, вы меньше устаете. Вы больше внимания уделяете каждой мышце. Пришел, сделал бицепс. Ушел. Пришел, сделал трицепс на следующий день. Ушел. То есть на самом деле ты меньше устаешь. Если зал находится рядом с домом, это очень удобно. Поэтому я предпочитаю тренироваться каждый день. Но скажу вам честно, что мало кто тренируется ежедневно. Я лично мало знаю таких людей. Может быть, мой скромный пример будет для вас показательным. Но я вам еще одну удивительную вещь скажу. Профессиональные спортсмены во многих видах спорта занимаются еще больше. Каждый день занятия это не рекорд. Существуют занятия и два раза в день, и три раза в день. И Арнольд Шварценеггер тренировался чаще. Арнольд Шварценеггер занимался два раза в день, когда готовился к соревнованиям. Поэтому, когда я готовился к серьезным соревнованиям, у меня были такие периоды, когда я несколько месяцев занимался по 14 и даже по 20 раз в неделю. Например, утром тренировка груди, днем я качаю пресс, вечером я бегаю или езжу на велосипеде. То есть, получается, что ты полностью на два месяца с головой уходишь в спорт. И это было классно, это было офигенно. Ты выходишь на такой уровень, знаете, всегда были такие понятия, как сборы во всех видах спорта, в борьбе. Вот, допустим, занимаются все спортсмены три раза в неделю, а потом они выезжают на три месяца куда-то в горы, в леса, и там занимаются с утра до вечера, каждый день по нескольку раз. Только едят, спят, получают восстановительные процедуры, массаж и тренируются, тренируются, тренируются. И вот за время сборов делается такой прорыв в уровне подготовки спортсменов, какой и не снилось им даже при обычном режиме занятий. поэтому очень важно понимать, что действительно, чем чаще тренируешься, тем лучше. Но нужно знать, как при этом избежать перетренированности. Избежать перетренированности возможно при условии, что у вас правильно рассчитана нагрузка. То есть, перетренировывается человек не потому, что он занимается слишком часто, а потому, что он слишком большую интенсивность дает на регулярной основе. Его связки не успевают восстанавливаться. Если ты регулируешь нагрузку, время тренировки, правильно подбираешь веса, чередуешь тяжелые тренировки и легкие, то перетренированности не будет. И как же понять, сколько раз в неделю нужно тренироваться лично вам? Смотрите за роликами моего канала и подписывайтесь и обязательно постепенно вам все это расскажу. У кого есть желание, просто присылайте мне на электронную почту вашу фотографию, вашу историю ваших занятий. Для этого надо заполнить специальную форму. Если вас же интересуют бесплатные программы, просто следите за каналом и тоже периодически обещаю укладывать бесплатные программы для вас всех в таких вот доступных видео, как это. До следующей встречи. Подписывайтесь. Ну все, удачи. Давай, шотка сначала меняем. Ну что, нормалек, видно? Да, Макс, у тебя ничего не видно. У меня, конечно, нормально, нормаль. Ребята, можно, можно, можно. Давай. Приятно всех, всех люблю, действительно, подписчиков. Давай еще раз. Нормалек. Спасибо. Пожалуйста, заходите в зал. Спасибо, друзья, что смотрите канал. Присылайте вконтакте фотки, мне тоже очень приятно.